приветствую подписчики и зрители моего канала с вами андрей продолжаем проходить пространственные аномалии версия 4.1 ну что ребятушки сегодня у нас на повестке дня задания особый заказ вернуться к сидовичу да теперь можно отправляться обратно к сидычу для сдачи заказа а так у нас вообще принципе по заданиям инструменты да и задание сидовича но собственно не густо заняться особо нечем пара с твой зверь есть работа для меня пока нет поэтому будем выполнять текущие задания так но у нас время 18 20 наверно пойдем деревне новичков с утра давайте выспимся до 8 спим вот зоне выброс произошел да отлично не попали под выброс так наверное хлебушка и колбаски сейчас навернем 130 будьте бродики да так сказать и наверное еще выпьем водички но у нас водички нету кстати водички нету надо будет у бармена купить воды потому что жажда меня просто убивает а прям пить хочу не могу вот но давайте хотя бы напиток энергетический выпьем stalker но он дел в том что он жажду особо не утоляет ребят он под просто вот смочили горло и все буквально а пить она хочется ладно сейчас спустимся к бармену тогда узнаем что там почем у него да помните мы с вами в прошлой серии нарвались на посланника бракобеса да при нем была такая вот записка вот на выранном из сетра дельсте бумаги и когда я нажимал клавишу прочитать у меня получался вылет слава богу что есть фикс который позволяет решить эту проблему и теперь вылетов у меня не предвидится и мы сможем с вами прочитать эту бумажку давайте запомни твоя цель лысый мужик с бородой средних лет носит обычный комбинезон найма в прозвище зверь также подписаны в кпк займи снайперскую позицию на втором этаже старой мельницы что на кордоне дождись пока цель будет поблизости главное чтобы без сопровождения тебе не стоит привлекать лишний глаз устранить цель после эту возвращайся за награды но все мы поняли да мы все знаем что мракобесом не по душе было наше назначение то что нас назначили лидером группы наемников он бесится и соответственно мракобес бесится да и вот соответственно нанял киллера подослал к нам его но мы его опередили и спаслись ладно это все конечно здорово замечательно будем действовать осторожно потому что я так понимаю это не последняя попытка нам навредить так что имейте ввиду так там по ходу сталкера собачек убивают да ну ладно не будем мешать пусть они там занимаются вот здесь мы с вами нашли инструменты ну-ка ничего здесь не добавили ничего так шашки нарды матрас боди атак ничего для нас интересного нет понятно все это ясно все это понятно так значит первым делом давайте пойдем купим воды я пить хочу не могу мне просто вам жажда уже убивает эти энергетики от них толку никакого не ну как толку никакого конечно они добавляют на выносливости подряд да как бы сил прибавляет но пьешь их пьешь а не напиваешься скажем так так оружие давайте уберем не будем ребят здесь нервировать потому что наемник наемников здесь и так не любят а если мы тут будем сейчас еще пушка ходить размахивать ничего хорошего из этого не выйдет сами понимаете так что пойдемте так волк отдыхает бар номер 92 кстати интересное название надо будет часто бармена спросить что же послужило до этому названию как они придумали такое вот мне например интересно давайте узнаем проходи не задерживайся да бедолага ты хочешь знать правду о зоне представь себе я тоже давай делиться информацией так вам пока ты не видел тебе один энергетику так здравствуй наемник пришел промочить горло блин этот прям беспокоит меня ей богу так давайте не будем поэтому я так понимаю чем ближе мы к нему подходим тем он беспокоится сильнее а нас не получается наверное а почему это заведение называется номер 92 все очень просто это порядковый номер уранов таблица менделеева основного топлива для ядерных реакторов наверное сидович хотел продвинуть концептуальную идею в массы а что вполне себе оригинальный вариант нужно будет на досуге посоветуем чтобы запатентовал перспективный бренд и продал какому-нибудь московскому ресторатору и антуража подкинуть там грошова хабара чучело тушкана потрепленный комплект химзы и коренной зуб псевдогигантов довесок от посетителей от боя не будет а мы сидовича на процентах озолотимся так понятно ваш конечно план гениальный ничего не скажешь слушай а ты можешь напомнить флягу водой да конечно наемник без проблем это обойдется тебе в тысячи рублей цена может быть показаться высоковатой но ты должен понимать что очистить радиацию воду не очень то и просто берешь воду но собственно говоря у нас вариантов никаких да нам по любому надо брать воду давайте ну это пустая фляга пусть у меня пока полежит я ее попозже наполню водой замен даю тебе полную как закончится вода то снова приходи так все принял спасибо шамман так а что у тебя вот да я да я блин так давайте мутная вот эти вот ножи продадим так но из продуктов мне принципе ничего не надо мне все есть даже наоборот пару консерв могу скинуть хотя даже не буду потому что мало ли как у нас будет с едой неизвестно вот есть у меня детектор один ненужный который надо тоже продать и принципе по хабару что еще но пока в принципе все она же это никто у нас не берет а за артефакт сколько ты вот так записку можем продать так это понятно 3 400 давайте сравним у кого дороже просто мне кажется сидр это по любому дешевле берет так ладно теперь у нас на очень а давайте кстати водички сразу потребим так чтобы жажду убрать совсем прям ну вот другое дело так хотя бы получше и полегче уже сразу вид вода есть вода на эти все энергетики блин сами понимаете так ворон там пусть стоит отдыхает пока его беспокоить не будем пойдемте сразу к сидричу что скажет пора бы ему нашу части сделки тоже выполнить пускай заплатит на здорово наемник флешка клима уже у тебя ты что пьян ну блин здорово принеса тебе флешку держи отлично давай я сюда можешь не рассказывать никакой ценой ты ее достал в общем подробности меня не особо интересует ответ на главный вопрос этот доходяга мертв да держи флешку насчет него можешь не переживать он тебе больше не побеспокоит это хорошо а то взяли моду со мной шутки шутить ладно оставим болтовню пока может быть свободен я позже пришлю сообщение о следующем задании так но это все ясно пришло время тебе тоже выполнить часть мою часть правил не стой как и стукан давай что принес и вали так он нам десяточку накинул ну неплохо неплохо за флешку то одну ворон оставайся пока в деревне попробуй хоть что-то узнать о наших недавних гостях твоя помощь в данный момент не требуется да кстати говоря мы же помните и был у нас инцидент да 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 загляну помните да нам к сталкер наведались на кордон на а т.п. пришлось с ними повоевать так сколько ты за медузку три тысячи но три тысячи это маловато бармен больше дает нам давайте на продадим он три детектора это то что у нас есть да с вами так гадюка гадюка все понятно надо определиться стволами то уж такое количество стволов таскать нет смысла если комбез сколько стоит 8000 8000 за комбез но на денежку тратить не будем мы знаете что сделаем мы там закажем у наемника броню редкую на заказ которую да нам предлагали которую не часто встретишь зоне вот и пока денежку начать не будем дальше продаем братан ты не врубаешься мне нужен реальный товар братан ты не врубаешь понятно тебе что не продает и всем недоволен ладно не будем мы с ним связываться пока плане торговли артефакт на подальше заходи все давай давай так ну сидишь сами свяжется в случае чего а мы пока час отправимся мы отправимся наверно к зохану и спросим что же у него за что же у него заданием что заданием у него к нам да не сволочей разных мое почтение вернулись все таки спасибо что парня из того света вытащил долго их бандиты все равно не держали бы и за аптечку отдельное спасибо ты мне жизнь спас сложно было же этих случаях да обыденное дело для нас привыкли уж таким стычкам жаль что раньше не подошли спасли бы еще несколько жизни ну ладно да то что ты мою шкуру спас еще и парней живым привел дам тебе кое-что вот держи артефакт нашел его на свалке раньше подобного не встречал сначала хотел скидывчу продать но лучше тебе дам благодарю спасибо смотрите бенгальский огонь подогнал неплохо кстати сидит что лучше артефакт не продавать тоже он дешево берет ты кстати написал что у тебя какой-то разговор ко мне есть или ты просто насчет благодарности хотел поговорить а нет зверь есть еще один разговор к тебе но сначала пообещай что не расскажешь никому о том что эти сейчас победу идет да конечно никому не расскажу давай что там у тебя мы ведь на бандитов на пароль и свершенно случайно обычно они дальше перевернутого запорожеца не ходят я вот к чему клоню что-то им на том месте нужно было а мы просто оказались у них на пути да и вели они себя как-то странно я видел как в бою один из них уронил старую тетрадку а потом выстрел в глазах потемнело когда очухался тебя увидел дальше видимо они взяли пленных и ушли понимаешь куда бы они ни от направились дайте им до цели не удалось ну и что ты предлагаешь можешь сходить на то место где ты нашел меня еще раз обыскать там все может удастся что-нибудь найти ну там чую неспроста они там лазили за оплату не переживай в долгу не останусь ты же знаешь меня так ладно схожу посмотрю что там не проблема нам в принципе все равно показания оценить надо ждать пока да зайдем сидович посмотреть на твой новый ассортимент но пока мне надо будет сложить все лишнее все лишнее оружие да и двинуться вы нам надо идти ага вот на . чутье зохана найти старую тетрадку на месте перестрелки так ладно давайте выясним что же там у нас бандиты то искали в конце до концов так что у нас с вами есть это мы выложим сразу это тоже пока думаю ни к чему до записка тоже не нужна и свд покоцанная нафиг так свд покоцанная пусть лежит здесь так винтов кучу тоже таскать я думаю не стоит вот 4 4 4 штуки хватит три аптечки 1 армейская от радиации у нас тоже хоть на был почти их продать ножи артефакт с вами зачем он там все да так водка не нужно мне энергетиков тоже таскать много не будем парочку и хватит так дробь ножи жалко что это никто ничего не берет кому же это продать ребят напишите в комментариях кому можно все вот это вот сломанное продать если вообще смысл здесь в продажах так но у нас есть с вами 9 а 9 1 102 патроны есть ака 74 м камуфляж так ну наверно давайте ака акашку выложим оставим наверное mp5 да и все и вот этот пока тоже выложим пусть пока все здесь лежит так это наш личный ящик здесь никто я думаю ничего не возьмет плюс у нас еще глок и к нему тоже подходит наши патроны 99 19 да отлично так две консервы 2 хлебушка ну и все в принципе ребят вот так можно уже отправляться сделаем сохраночку и теперь уже можно выдвигаться так погнали в бар пока больше не пойдем нам там делать пока что нечего перезарядочка глушитель у нас есть в случае чего так собаки где-то рядом а ну вон там да давайте нам поможем в конце концов ребят это не дело подождем еще для гарантии а ну тут и без нас уже разобрались да мужики что надо видно сразу что не новички в зоне ставят собака стрелять умеют а мы пока пробежимся так кстати говоря по поводу костюм чека нам по поводу костюм чека давайте узнаем пока мы нам по пути все желаешь приветствую хочется оказать что-нибудь хочу сделать заказ так без проблем что нужно пистолет дороже для ближнего боя и так экзоскелет наемника поскольку скелет 60 тысяч а у нас всего-то 12 до наверно так не погоди давно 17 тысяч это никуда не годится давай уже будет нужен ствол и еще что приходи давайте лучше наймем людей вот двор тропа на темную долину нам за две с половиной так и западная страна тоже да и восточная страна давай так все у нас получается полный как что-то будет для меня приходи полный комплект пусть охраняет нашу базу так сказать на тп вот вы еще не забывайте то что нас один наемничек то погиб вот он бедолага под себя блин гранату кинул от нас же было так тупость блин капец бывает и такое ребят бывает никуда не денешься бывает так а сколько время то у нас 10 57 а чё там такое ощущение как будто темнеет да а здесь что за палатка да ну здесь пусто тихо где-то бегают кабаны что ли по моему ну ладно охотиться на кабанов мы пока не будем но мы не до них нам надо сейчас узнать что же там у нас бандиты искали может быть сейчас поживимся более так сказать сказать дорогим хабаром да так по моему я здесь что-то оставлял да в ящике но короче полным полно всего припасов много девать всего уже некуда собственно говоря так ага суда точка нас ведет давайте вроде мутантов нету отлично да собственно говоря смотрите тихо спокойно ни собак ни кровососов никого что нам и на руку не хотелось бы сейчас лишний раз влезать все во все вот эти вот вещи так но это мы охотились понятное дело а где тетрадочка давайте смотреть что-то ничего пока я не вижу ребятки а вон смотрите синенькая да ну-ка так присядем под елочку здесь вот тихо спокойно и прочтем что же у нас там есть помимо личных бесполезных заметок в конце тетрадь написаны большими красными буквами какие-то координаты надо бы проверить так надо бы проверить проверить ага вот координаты пойдемте пойдемте проверим интересно то есть я так и знал что тетрадкой все не закончится так где нам лучше пройти то ё-моё так ну-ка а ага вот давайте делаем сохраночку вот и попытаемся так и наверно сюда я сейчас залезу не вылезу потом отсюда нифига так как бы мне подлезть то аккуратненько о так что у нас там записка от черепа мля в натуре сколько может тормозить я заманался вас ждать уже да и место выбрали какое-то стрёмное под одним боком столкерня под вторым наемники пиздец ко всему этому с той стороны насыпи пальба началась короче валю и отсюда буду ждать вас старом туннеле под насыпью ночью цену не меняю считайте что я вас пожалел так старая насыпь 100 в старом туннеле да ясно так дождаться ночи но у нас выбор выброс ребят выброс куда нам бежать . ага бежим так скорей 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 блин я зашнил теперь нифига его мои фу- ну вот хоть здесь переждев выброс так отлично место всё значит вот такие вот дела дождаться ночи нам надо Интересно, а про какой Так, про какой туннель-то? Старый туннель под насыпью, ночью Цену не меняю Туннель под насыпью Да у нас, в принципе, здесь два туннеля Вот он туннель, да? И вот он туннель Больше здесь ничего и нет Так что будем сейчас Либо сюда, либо туда А лечь спать нам здесь негде, да? Похоже, что Ладно, давайте подождем, пока выброс кончится Собственно говоря, достаточно долго был этот Псишторм Я уже думал, никогда он не закончится Кстати, здесь ящик есть Ну-ка, давайте-ка его вскроем, да? Что у нас? Энергетик, вот, пожалуйста Пригодится Так, и давайте на чердачок еще залезем По-моему, мы здесь еще с вами ни разу не были Во, еще два ящика Так, здесь пусто Так, а здесь? А здесь кто-то недавно был, ребятки Вон, видите? Хлебушек Лежит Матрас То есть кто-то здесь Ночевал, либо привал устраивал Короче, непонятно Ладно, ладно Ну что, давайте дождемся ночи Вот, и я предлагаю Нам к АТП вернуться Можем сейчас вот пройти через аномалию пылающая земля Не помню я Брали мы там артефакты или не брали Но на всякий случай проверим И вернемся, соответственно, на АТП Там с ребятками пересидим И тогда уже отправимся В туннель То есть дождемся ночи, пока стемнеет И посмотрим, кто же там придет Навстречу Будем устраивать засаду Ну что, есть артефакты? Ой, пи, что-то здесь как, а? Ага, ладно Похоже, что нету Иначе бы детектор сработал бы Не-не, нету, нету, пацаны, нету Тогда КТП Тогда, ребята, КТП Блин Нарвался все-таки Да, клево Клево, клево Отработали Один магазин ушел всего лишь Это все здорово, замечательно Во, у нас тоже подкрепление 8 человек Отлично Настало Так, давайте залезем Ну и все Здравствуй, зверь Привет, зверь Хочешь сделать заказ? Блин, там налетели Захочешь Слушайте нарягу Приходи Так, какие будут указания? Так, ступай Я патрулирую территорию базы Нечего здесь сидеть Пусть идет Охраняет Ладно Давайте пока Дождемся Темноты Вот Как только стемнеет Продолжим Так, ну Собственно говоря Вот мы тут пока С пацанами сидели Байки травили Время-то и скоротали Значит, отправляемся Мы с вами сюда Неизвестно Значит, встречу в тоннеле Под ЖД насыпью Надо проверить место Может Мне удастся узнать Что было Нужно бандитам А я думаю Что за туннель-то Под ЖД насыпью Вот, оказывается Что за туннель Понятно Так, это все ясно Давайте, значит Что мы с вами сделаем Мы, во-первых Наверное, перекусим Ну, давайте Консервку съедим Выпьем Энергетик Чтобы прям Сильно сон не клонило Да И пойдемте У нас вот такой Есть замечательный Ну, как замечательный Средненький Прибор ночного видения Наверное, не сильно Нам помогает Но, тем не менее Сделаем сохраночку И можно двигаться В путь Так, нам сюда Пройдемте, наверное Через элеватор Надеюсь, там Никто нам больше Не встретится Так, горят костры Блин, собак Немерено опять здесь Так, не будем Привлекать внимание Так, аккуратнее надо Так, смотрим Кто у нас здесь Костерочек уже горит Кто-то здесь Явно есть Так, давайте Спустимся Аккуратненько Видите, да? Так Так, подкрадем Сейчас Так Ну, если что Вот я вижу Ну, мы его держим На прицеле Если что Он будет Сюрпризовый кидать Мы его положим Моментально Стой на месте Стол на землю Руки за голову Спокойно Я от Братковска ПП Нашел твою записку Возле перевернутого вагона Бабки принес? Напомни-ка, сколько? Не понял Ты что, меня кинут решил? Давай гони 25 штук Иначе пристрелен Слушай, у меня такой суммы нету Да, к этому я был Явно не готов Да, больной нагло У товарища, конечно Чуть чего Открыл по льбу Ну, давайте Еще разочек С ним поговорим Лови, бедрила Вы посмотрите на него А? Какой, а? Оружие у меня Еще выбил Твою мать Еще и выбил у меня оружие Да, похоже Да, гадюку мою Забрал Ё-моё Так, заберем Во-первых, свое Так, говорить Ты с нами не желаешь Ну, готов ты Все Ненавижу этот туннель Так Что это у него за кейс такой? Металлический огнеупорный кейс Несмотря на большой размер Кейсы довольно-таки легкие Интересно, что у него может быть Так, заберем это Это что у нас? Ага, патрончики Да все, заберем, собственно говоря Вернуться к Зохану Так, а мы с этим кейсом Никак не разберемся Ничего не сделаем Ну, наверное Какие-нибудь, может быть, документы В нем хранятся Или еще что-то Давайте возвращаться к Зохану Я так понимаю, собственно говоря За 25 он хотел этот кейс нам и продать Вот без вариантов Пойдемте сейчас К Зохану Так, ребятушки Вот я и пришел Сейчас поговорим с Зоханом Что скажет Так, оружие мы с вами, слава богу, вернули Здравствуй, зверь Тебе удалось разыскать эту тетрадь? Да, тетрадь я нашел В ней были координаты Некой встречи Вот, и там, где была должна Состояться встреча Я нашел записку Которая привела Рад видеть тебя, наемник Которая привела меня в старый туннель Важной деталью было дождаться ночи Именно в это время Я в туннеле Должна была произойти встреча Там я встретил бандита Он потребовал заплатить ему 25 тысяч Пришлось его прихлопнуть Собственно говоря Не может это убыть Там же рядом лагерь сталкеров Братки из КПП Хорошо знали те места Поэтому у них бы Ума хватило туда не соваться Это кто-то не из местных Точно тебе говорю А за что он тебе хоть деньги просил Скорее всего Эта сумма должна была Стать платой за кейс Вот, то что он приволок с собой Этот кейс при тебе Нужно побыстрее посмотреть Что в нем Да кейс-то у меня Но вот замок никак не поддается Мне его не открыть Да и легкий он какой-то Как будто пустое Вряд ли что там что-то ценное Это все действительно странно Нужно скорее посмотреть Содержимое кейса Там может быть Очень ценная информация Так, ладно Я займусь кейсом Только учти Чтобы там не было Бесплатно я тебе это не отдам Имей ввиду Так, ладно Чутье скрыть кейс А может быть нам обратиться к технику Кстати говоря А, ребятушки Да, давайте, наверное Обратимся к фургону Бывай, наемник Может быть фургон Как раз таки его И вскроет, да Почему бы и нет Давайте Спросим хотя бы Как говорится За вопрос Денег не берут За спрос Поэтому давайте Просто хотя бы спросим Чем? Слушай, фургон Тут вот кейс Надо один открыть Можешь? Посмотри, а? Так Что там у тебя показывает? Так Довольно-таки мощная защита Кто-то явно не хотел Чтобы что-то внутри Него попало Не в те в руки Значит так Ничего обещать не могу Но постараюсь тебе помочь Оставляй кейс у меня Как все будет готово Я с тобой свяжусь Все, благодарю Держи кейс Как я уже сказал ранее Обещать не могу Что мне удастся Открыть такой замок Да ладно, понял Давай пока А по ремонту Что у нас? Подчинить бы надо, да? Ну давайте Пока ценник не взлетел Ох ты как у нас МП-5, да? В таком прям Убитом состоянии Почти наполовину Да, за снаряга Надо следить Так Давайте, наверное Ляжем спать Что там у нас? Бармен говорил Сколько койка стоит? Койка места У него Нам все равно Сейчас делать нечего Когда там Вскроет этот фургон Этот кейс Задерживайся Слушаю тебя Как обычно Перемочил Два десятка кровососов Пяток бюреров Три стаи слепых псов Извел под корень А зомби Так и вообще не считал Ну это понятно А что случилось-то? Да вот захожу я в палатку Гляжу А там такой крутой Что даже мне с ним не справиться Забыл, что Зеркало у входа Ну в общем Обделался я со стороны Прям тебе древнегреческая трагедия Живая душа В царстве смерти Так, понятно Ладно, давай, шаман Сколько там у тебя Койка места стоит? Хочу арендовать кровать в бане Не, ну это Без проблем Это тебе будет стоить Две с половиной тысячи рублей за сутки Более чем на сутки Я кровать не арендую Если в будущем Опять потребуется койка То просто повторно Ее у меня арендуют Так, ладно Держи деньги Отлично Твоя койка справа От входа в комнату отдыха Возле нее ящина личных вещей Есть Думаю, не заблудишься Ладно, давай, пока Так, а по артефактам По артефактам Ну мы, в принципе, продали ему, да По еде нам ничего не надо Фляга Фляга нам еще на два раза Нормально Ну и иди с Богом Удачи Так что давайте, наверное Ляжем спать А там потом уже Ох ты А ты кто такой Здорово, наемник Ты по какому делу ко мне Волк, блин Понятно, понятно Так, расскажи немного о себе Я здесь вроде главного Учу Уму разуму зелень пузатую Очкариков всяких тепличных Чтобы их на первом же заходе Кослява не цапнул Ох, тяжко это учить Сам-то я уже натоптался по зоне Кусок жизни тут оставил Уйти отсюда, думаю На кордон уже Бог знает Когда пришел Только злая ведьма Какая-то ворожит Не иначе выбраться Никак не получается То вояки с рейдом наглянут То выброс шибанет Да и деньги, если честно Бывают, предлагают работу Выгодную Так от чего бы не взяться Знаешь, как оно Думаешь, что Вот еще вот этот Последний выход И все сваливай И вот так раз за разом Да, понятно Зона затянула Теперь ты Никак отсюда выбраться По сути не можешь Так, давайте Наверное спим Да до 11 спим Нормально Вот Может быть все-таки Фургон тому времени Успеет Вскрыть контейнер Зверь, у меня есть Хорошие новости для тебя Будет время Зайди ко мне Да, конечно, иду Значит у нас Все тип-топ Контейнер он вскрыл Кейс Не контейнер, а кейс Давайте посмотрим Что же там Ну, как там у нас Дела обстоят Ха Открыл все-таки Ох и потягала меня Эта чертовка В кейсе была Только флешка И папка с бумажками Какими-то Я ни к чему не лез Можешь не переживать Ну как Поверим на слово А что нам остается делать Он тут в принципе Если что-то ценное Ты мог и себе забрать Неизвестно Ладно Сколько с меня фургон Работы тут немало Поэтому давай так Дашь мне 2000 И можешь забирать Своё добро Ладно, держи Ну вот и славненько Теперь вещи из кейса твои Так, пока Отлично Вещи какие-то Сейчас посмотрим Что за вещи Давайте, наверное Чтобы Фургоны тоже не отвлекать И чтобы Лишняя информация Не просочилась Вот здесь вот Присядем Так, и посмотрим Что там за флешка Так, вот флешка Запоминающее устройство И что там у нас Использующая в качестве Носителя флеш-память И подключаемая К компьютеру Или иному Считывающему устройству По USB Так, это ясно А вот это что? Папка с документами Судя по всему Около месяц назад В этих документах Ввёлся учёт О поставке Крупной партии оружия На базу бандитов Поставщик не указан Так Интересно Смотрите Информация о поставщике оружия Ну как Не то чтобы о поставщике Просто о том Что Должна была партия оружия Поступить на базу А кто поставщик Так и не указан Интересно Ребятки Вот такие вот дела То есть у бандитов Тоже есть поставщики Это они не просто тут Грабят У них отдельные поставки Давайте к Зохану Что скажет он По этому поводу Привет дружище С чем пожаловал Ко мне Короче кейс скрыт В нём находилась Только флешка и папка Вот можешь осмотреть Содержимое Так Сейчас посмотрим Ага На флешке Фрагмент разговора С участием Борова И неизвестного Это уже интересно Так Что там у нас С документами Ух ты Ситуация потихоньку Начинает вырисовываться Похоже Наш инкогнито Из военных То что ты добыл Зверь буквально На вес золота Думаю Боров и его дружки Не очень обрадуются Утечке информации Думаю Я знаю Что со всем этим делать За доки Флешку Я дам тебе 30 штук А если Отдашь мне Ещё и тетрадь Запиской То я накину тебе Ещё три штуки Надеюсь Это покроет Все твои расходы Ну так что По рукам Слушайте Ну я думаю Более чем достойна Награда Поставщики Эти все Оружия Бандиты Мне это особо Даже не интересно Потому что подставляет Если Зоху Ну это интересно Пусть он этим занимается Да Забирай Мне это ни к чему Пусть другие разбираются Во всём этом У меня и своих дел хватает Вот правильно Только есть маленькое но После того случая Возле ЖД насыпи У меня с деньгами Полный напряг Поэтому можешь подождать Днёк-другой Я всё верну Даже больше Так Ну Ребята Да уж Интересно Вот этого я не ожидал Он наобещал Смотрите как получается Он нам денег Наобещал Аж 33 Штуки Да Но при этом При этом У него У него Блин с деньгами Полный напряг Блин Чё же делать Ну ладно Давай Я пока не спешу Но ты там не затягивай А то знаешь ли Иногда с должниками Странные вещи случаются Умирают они почему-то Понимаешь Да и содержимое кейс Пусть у меня пока полежит Так надёжнее Вот Вот Давайте так и поступим Всё Мы подождём И пока там Зохан раздобует Деньги для нас А содержимое Пусть лежит у нас Хотя он в принципе Всю информацию Тэвлу уже знает Ребятки Прочитать-то мы ему дали Не знаю Ладно Потом будем Обо всём этом думать Так Забрать свои деньги Интересно Сколько времени Займёт Это всё Этот Забор денег Блин Так Четыр тысячи у нас На карманчике с вами Ладно Давайте в бар что ли Рюмочку другую пропустим Пока что Почему бы нет Там у нас есть Сказочник один Послушаем его истории Он за бутылочку другую Нам таких Страстей Нарассказывает Что диву даёшься Давайте Где он Проходи Не задерживайся Ну привет Здорово Давай с тобой Посидим Покурим Потрещим Здравствуй Добрый человек Если угостишь Мне бутылочкой водки То я поведаю Тебе что-то Интересное Ладно Держи бутылочку Расскажи какую-нибудь Байку Имеется У меня байка одна Небезызвестная В загашнике Начинается же она С того Что сговорились Два дружбана Прогуляться В сторону Радаровских листов Дабы поискать Редких артефактов Ну а заодно И зверюшек Невидных Пострелять Так Ну интересно Начало Да Отличное Дотопали они До тех краёв Удачно Их обараны Собирали прилично Но жадность Подтачила Идти всё глубже Вот и получилось Что эдак Шаг за шагом Продвигались Всё дальше Да и вышли К самому Выжигателю Можно быть уверенным Что обрамляли Друзья Самым натуральным Образом Потому как Увидеть С собственными глазами Тамошние антенны Очень немногим Доводилось Так Ну охотно верю Что именно так и было Да Что было Только вот Наслаждаться моментом Недолго им Было дозвольно Накрыл обоих Излучением Будто бы Выжигатель Вдруг Тоже их увидел А пока Они по ближайшим Лесам шастли То и не замечал Однако вышло Что бронекостюм Одного из них Выдержал волну И уберег владельца А вот второй Так сразу За доли секунды И превратился В людоеда С куриными мозгами Опрокинул Он на землю И затрясло Всегда так происходит Везучий Не стушевался И давай Оттаскивать товарища В сторону леса Надеялся Еще что Откачает Того кореша Так Ну этому вряд ли бы удалось Но верность Дружба похвальная Да согласитесь ребят Но судьба Еще не наигралась И дровишек Костер подбросила Выскочили Наши монолитовские Шизофреники И принялись Поливать бедных Сталкеров Да уж Повезло Ничего не скажешь Кошмар какой-то Вот уж Когда деваться Вроде как И некуда было Тут избушка Дугим боком И повернулась Пока Сектанты Со сталкером Обменились Любезностями Зомбированный Успел Аклиматизироваться И поднялся На ноги Только вот Он неизвестно Почему Не набросился На своего напарника Чтобы полакомиться Свежим мясом А посмотрел на него Эдаким печальным взглядом И развернулся Лицом к монолитовцам Прикрыл собой От поля Невероятно Монолитовцы И сами Оторопели Потому как Зомбированные У них главными Соратниками Свыше прописаны А тут Вдруг Непорядок Такой приключился Да Действительно Невероятно Зомби же Так и пятился Потихоньку Спиной Пока не довел Товарища До спасательных Деревьев Обменялись Они и здесь Вглядом И напоследок Попрощались Безмолвно Затем Сталкер Метнулся В кустарник И скрылся Добрался Благополучно До барьера История умалчивает Чего ему В дальнейшем Выпло Разве что Известно Что с тех пор С тех самых пор Он и пальцем Ни одного Зомбирного Не тронул Стороной Их обходил Но его Принцип Понять можно Ребят Да Согласитесь Про друг Продук Его закадыч Наоборот Много чего Рассказывает Якобы Посидень Пройдет В радарских Лесах Удачный будет Вот такая вот Байка Да Вроде бы И не мрачно Все закончилось Но все равно Как-то грустновато Бывай Интересную ты нам Историю поведал Да ребятки Вот согласитесь Вот и такое бывает Видите Дружба Она все таки Настоящая Даже Выжигатель мозгов Может победить Ладно ребят Это все ясно Понятно Следующий серий Будем продолжать Ну а это Предлагаю закончить Комментируйте Ставьте палец вверх Если вам понравилось Данное прохождение Подписывайтесь на канал Впереди Все самое Только Интересное До новых встреч Всем пока